МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подобное заявление не может оправдать эмоциональный фон, появившийся в связи с крушением малазийского авиалайнера. С этой катастрофой никак не связан ни русский народ, ни русские граждане разных стран. Не бывает коллективных преступлений такого масштаба. Поэтому в заявлениях Абаладзе обыкновенный фашизм. Исходя из этого, у Абаладзе нет ни моральных, ни юридических прав продолжать журналистскую деятельность, если он не попросит прощения у всего русского народа и этнических русских граждан Грузии. Мы категорически требуем руководства телекомпании Рустави-2 выразить свою позицию и приостановить деятельность Абаладзе до тех пор, пока он не признает ксенофобный характер своих высказываний. В противном случае получается, что телекомпания Рустави-2 способствует дискриминации по этническому признаку и нагнетает антирусскую истерию. Также мы требуем у соответствующих правительственных структур и аппарата народного защитника отреагировать по этому прискорбному факту. Мы обращаемся ко всем неправительственным организациям, которые осуществляют защиту гражданских юридических прав, особенно к самой крупной организации Ассоциации молодых юристов Грузии, решительно осудить вахханалию в прямом эфире Рустави-2. Правительство и общество в корне должно пресекать проявление фашизма, так как последствия подобных поступков могут вызвать необратимый процесс. В случае, если вышеизложенные требования не будут удовлетворены, мы готовы отстоять свою позицию в суде, иск будет предъявлен телекомпанией Рустави-2, и на основании действующего законодательства мы добьемся наказания людей, распространяющих и поддерживающих фашизм. Сейчас я оглашу список неправительственных организаций, подписавших данное обращение. Союз безработных для занятости, Ассоциация защиты гражданских прав, Отчизна и язык вера, Евразийский институт, Ассамблея тбилисских армян, Справедливость для всех, Комитет мира, Евразийский выбор, Конгресс русских и русскоязычных общин Грузии, Национальный конгресс славянских народов Грузии, Ассоциация ветеранов Кавказа, Международный союз русского общества возрождения, Международный благотворительный социально-экономический центр возрождения казачьих общин Многонациональной Грузии. Очень хочется отметить, что с 18 числа уже прошло некоторое время, но никаких комментариев европейских организаций, не было комментариев пока и омбудсмена Грузии, и правительственных организаций. Нам кажется, что этот процесс нужно ускорить, потому что начавшая со времен президента Гомсахурдия антирусская кампания, которая во времена правления Саакашвили стала государственной политикой, приносит сейчас данные плоды. Наусканная лично президентом грузинская медиа неустанно ругала Россию и навязывала русофобию всему населению. Инспирированные властью грузинские студенты и молодые люди устраивали акцию посольства России «Живые цепи» и для работы посольства специально создавались невыносимые условия. Но не было ответов от европейских организаций, не было никаких мер принят со стороны грузинского правительства в то время. Сейчас мы надеемся на понимание власти, надеемся на поддержку. Мы настаиваем на признании факта фашизма всеми международными организациями. Особенно хотим обратиться к американским правозащитным организациям, которые постоянно фиксируют проявления фашизма и ксенофобии по всему земному шару. Также новый закон, принятый в Грузии, антидискриминационный закон, должен начать работать и показать свое действие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова